Благотворительный фонд «Это чудо» при поддержке Министерства образования и молодежной политики Чувашии представляют социальный проект «Мой новый друг». Начало самостоятельной жизни для любого молодого человека – особый этап, связанный с решением задач разной степени трудности. Для выпускников детских домов этот период сложен вдвойне. От того, кто окружает ребенка в этот период, какую поддержку оказывает, зависит успешность его самостоятельной жизни. 11-летний Алим – очень любознательный мальчик. Он буквально впитывает любую информацию в Кровеческом музее, ему интересно абсолютно все. Он многое знает, а о чем не знает, старается догадаться. Это котелок. А рядом деревянный. На нем шили. Это для воды. Старинные вещи, которыми пользовались наши предки – очень занимательное явление. Вот, к примеру, патефон – музыкальная аппаратура советских времен. В школе Алиму тоже интересно. Он неплохо учится, правда, учителя говорят, что мог бы намного лучше. У Алимы живой ум, хорошая смекалка. Особенно хорошо успевает по истории. Мальчик спокойный, интересуется историей. Во время урока он задает очень много вопросов, в отличие от других детей. Но я бы сказала, еще ребенок живой. Одновременно он может вступить в диалог и, задавая вопросы, может одновременно и сам же на них дать ответы. Очень общительный. Неконфликтный. Ребенок общается со всеми в классе. Дети его в классе любят, уважают. Второй любимый предмет у Алимы – физкультура. Он и на уроке хорошо работает, и спортивную зарядку с одноклассниками проводит, и после школы тренируется. По доброй воле. После школы, когда я делаю уроки, я выхожу, занимаюсь. На всех тренажерах до усталости. Чтобы у меня была физическая форма. А для чего тебе физическая форма? Чтобы я не был худеньким. Тренажеры во дворе он уже освоил настолько, что сам может быть тренером. Причем не только подсказывает, как надо, но и показывает. Кем хочешь стать? Футболистом. Буду лучшим и капаком. Если не получится стать футболистом, ну, всякие же бывают обстоятельства, то кем бы хотел? Сапшиком. Впрочем, какую бы профессию Алим не выбрал, он будет хорошим специалистом и интересным человеком. Есть у него очень редкое по нынешним временам и очень ценное увлечение. Люблю читать книжки. Какую последнюю прочитал? Про что? Робинзон Крузо и путешествую Гульверу. А Робинзон Крузо, если бы просто ничем не занимался, не делал себе пещеру, в которой жил, не разводил бы диких коз, то он бы погиб. Читает Алим много, и не только приключенческую литературу. Когда у него прибыл, привезли, и у него большая такая толстая энциклопедия, историческая. Это энциклопедия для девятиклассников. Я говорю, Алим, ты ее уже читаешь? Да, я ее почти всю уже прочитал. Да, он очень любит читать. Интересуется он, в принципе, всем. И воспитатели, и друзья, и старшая сестра Анжела говорят, Алим добрый и отзывчивый мальчик. Никогда не откажется помочь, особенно на кухне. Алим с удовольствием учится готовить и уже многое умеет. Но ему всего 11 лет, а значит, предстоит освоить немало навыков. И не только бытовых. Поэтому Алиму, как и всем ребятам, живущим в детдоме, нужен старший друг, который со временем поможет ему сориентироваться во взрослой самостоятельной жизни. Другом и наставником можете стать вы. Поддержка проекта Министерства образования и молодежной политики Чувашии. Национальная телерадиокомпания Чувашии. Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, представленного фондом президентских грантов. Редактор субтитров А.Семкин